А теперь скромно упомянем о наших достижениях. Помимо того, что национальное телевидение Чуваши освещало все важнейшие, важные, значимые, резонансные и интересные события, мы успели занять ряд призовых мест в различных профессиональных конкурсах. Благодаря программе «Дерево дружбы» о Чувашах, живущих за пределами республики и национальных общинах, которые обосновались Чуваши, теперь знают далеко за пределами региона. Социальный ролик «Подари жизнь» о поддержке материнства и профилактике абортов – единственная работа из Чуваши, которая прошла строгий отбор и сумела завоевать призовое место во всероссийском конкурсе. К слову, комиссия рассмотрела более 4000 авторских работ почти из 70 субъектов страны. Редактор телевидения Мария Шоклева вышла в финал самого престижного телевизионного конкурса «Тэфи Регион-2013». Мария представила на конкурс идею телеигры «Наобум». Номинация «Питчинг идей» появилась на всероссийском конкурсе в прошлом году. Ее цель – определить наиболее креативный и яркий телепроект. И, наконец, 16 декабря в 3 часа дня на радиоволнах зазвучало новое радио – «Тванрадио» или родное радио национальной телерадиокомпании. Помимо музыкальных композиций на волне 100 и 3 FM вы сможете услышать новости на чувашском и русском языках, просветительские и развлекательные программы, лучшие передачи национального радио. Ну а самое главное наше приобретение – мобильный видеопередатчик высокой четкости, который операторы и режиссеры ласково называют «рюкзаком». Благодаря ему национальное телевидение «Чуваший» может выходить в эфир в любое время из любой точки республики. Именно так мы работали в день эстафеты Олимпийского огня. Так что самая свежая, самая важная, самая интересная и самая оперативная информация в вашем распоряжении, дорогие телезрители. Чаша Олимпийского огня в Чебоксарах зажигает!